привет привет дорогие друзья привет сегодня мы продолжаем вас знакомить с небольшими городами вокруг праги и в данном случае это будет город беру обратите внимание что людей нет вообще сегодня воскресенье все отдыхают в принципе эта ситуация для чихи вполне такая обычная как будто все умерли одни вы остались да город беру находится в 30 километрах от праги мы когда-то вам показывали же город подобрал и которая находится с другой стороны от праги на восток а этот город находится на запад по направлению и по дороге на город ползень в городе проживает около 20 тысяч человек 19 приблизительно и принципе он абсолютно самодостаточной здесь есть все и больницы и магазины и поликлиники и доставим на зи абсолютно самодостаточный город 5 волосы часто спрашивает если не фрага то где бы ты хотела жить и вот как разберу он у меня в фаворитах находится город берун находится на реке берунка и первое упоминание о нем исходит к 1080 году только правда тогда он назывался еще не беру она назывался он брод или на вроде я боюсь вам соврать суть в том что здесь был место брод через реку а направление очень важное ползень прага поэтому как бы здесь и возникло первое поселение в 13 веке он получил свое окончательное название беру он что в принципе означает верона потому что по-немецки берония беру на это верона двигаемся мы через такую жилую застройку старый беру он на виловая застройка да и двигаемся мы в сторону медведария вы знаете гордостью этого города является медведаре в котором живут живут от практически там от самого детства несколько медвежат и медведей точнее трое их якуб будет а и матей медвежата родились в 2000 году в зоопарке чешского крумлова и потом они снимались в различных каких-то фильмах там шоу часто и абсолютно практически ручные были перевезены сюда и здесь абсолютно бесплатно можно посмотреть насладиться общением детская площадка я вам сейчас покажу и правда медвежата подросли медвежата подросли и и и и и и вот сейчас мы для себя открыли что один медвежу медведь умер на бой то умер написано что он прожил 16 лет я не знаю много или мало это посмотрите но по моему достаточно говорят болел так что так что вот так вот а медвежариум сам вот он смотрите вот здесь они бегают и там детская площадка находится и детки могут на все это смотреть особенно когда их кормят это очень прикольно и отсюда открывается вид за которым мы собственно говоря на эту гору и полезли сейчас вы все увидите берун расположен в очень холмистом месте и поэтому здесь красивейшие виды открываются буквально с каждого холма на котором по его склону расположены виллы дома ой это была целая честно говоря мечта я очень хотел всегда иметь дом на холме чтобы смотреть вдаль на закат или там еще как-то наслаждаться вечерком да было бы здорово но судьба сложилась трошку подруг немножко по-другому и мы живем с другой стороны праги не вне в таком холмистом месте но дети школы все это накладывает свой определенный отпечаток или еще куда-нибудь не знаю где нам понравится посмотри в чехии на самом деле жить можно практически везде в любом конце страны и жизнь не будет ничем отличаться потому что и магазины одинаковые цены в одинаковые и поликлиники и все в больнице ведь ну то есть быть он одинаковый отключается только возможностью работы то есть количество мест рабочих естественно каких-то меньших городах она ограничена и вот из-за работы могут возникать какие-то проблемы а так жизнь везде отлично здесь здесь наверху находится смотровая башня на которую мы сейчас с вами попытаемся залезть и и и а потом сверху вот этого холма спускаешься наблюдаешь за городом да танюш классно обожаю беру да я тоже мы сейчас мы да мы сейчас все заберемся на другую сторону заедем туда на машине там есть одно место я вам покажу с другого ракурса этот город казалось бы вот просто обычная прогулка по обычному городу а сколько может вызвать совершенно потрясающих таких эмоций супер сейчас мы спустимся вниз сядем машину и попытаемся вам показать застройку этого города так проедемся по дорогам а потом я заберусь на еще один пол и покажу вам вид с другой стороны есть конечно в городе и вот такая вот социалистическая застройка никуда от этого не денешься она есть везде повсеместно ну зато там недорого стоит квартиры сейчас эти домики утепляют снаружи и они в общем-то преображаются становятся такими яркими цветастыми и будут вполне приличными для жизни зато недорого а вот сейчас мы совершенно на другой стороне беру на я вам покажу вид который отсюда открывается я смотрю здесь уже что-то тоже строит новенькая здесь много кстати вилл различных на продажу очень много вот там течет река а Мы с Танюшей в одном из таких таунхаусов как-то чуть не купили себе жилище, но потом как-то все изменилось у нас, на другую сторону Праги нас потащило. Вообще, конечно, красота здесь. Что нам еще в этом городе нравилось, что вдоль реки сделаны велосипедные дорожки. Здесь буквально в нескольких километрах по Беронке отсюда находится Карлштейн. И до Карлштейна можно ездить и в другую сторону, прямо на велосипедах. Это потрясающе. Я помню, мы здесь как-то проделали такие маршруты на целый день. Занимало это, я не помню, сколько. Весь день, где-то часов шесть мы ездили или пять. Тридцать с чем-то километров, не торопясь, останавливаясь на какой-то перекус, где-то на другой стороне. Здорово, здорово. Очень мне это понравилось. Здесь в этом плане спорта и всевозможные водные развлечения имеется в виду. На каяках, на рафтах, это все здесь тоже присутствует, так что жить здесь здорово. Ну, вот такой краткий рассказ о городе Берония, сателлитии в Пражском. Остальное сами найдете, почитайте, погуглите, приедете, посмотрите. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока. , пока-пока. Бер-бер. Субтитры сделал DimaTorzok